Да, на самом деле мы тоже, как ЖКХ контроль, проводим мониторинг платежной дисциплины, но в том числе в связи с введением эпидемии, экономическим кризисом. И, конечно, было зафиксировано достаточно серьезное падение платежной дисциплины где-то в апреле, в мае. Но это было связано с несколькими обстоятельствами. Может быть, отчасти с падением доходов, но в большей части с тем, что было довольно много людей, не имеющих навыков оплаты онлайн и просто не могли физически заплатить. Второе, это, конечно, освобождение граждан от уплаты пений и отключение коммунальных ресурсов. В случае наличия коммунальных долгов для некоторых граждан с пониженной социальной ответственностью, может быть, не обязательно с низкими доходами. Это тоже явилось своего рода такой индульгенцией. И третье, на самом деле, падение платежей, оно проходило даже больше не по линии граждан, физических лиц, а по линии юридических лиц, людей, которые арендовали какие-то помещения нежилые в многоквартирных домах. Но вот уже в мае мы увидели разнонаправленную тенденцию по регионам. Где-то там падение было еще больше процентов на 20, где-то оно сошло на нет благодаря усилиям региональных властей. Это вот какая была региональная история, когда начали там авансовые платежи выдавать бюджетным учреждениям, чтобы заплатили пораньше. Когда начали проводить работу по помощи гражданам старшего поколения, находящимся на социальной изоляции онлайн, это немножко там, так сказать, помогло. Ходили службы соцзащиты, ходили банки, ходила Почта России, волонтеры ходили. А ресурсники и там управляющие компании сделали дополнительные точки платежей, где можно было без комиссии. В общем, ну как бы почти, ну практически действительно ситуацию выровняли. Вот вы говорите, что сейчас выплаты кончились. Но на самом деле главная мера поддержки для граждан с низкими доходами, она была, есть и остается. Это жилищная субсидия. Соответственно, граждане, которые платят за жилищно-коммунальные услуги больше определенного процента от совокупного дохода семьи, имеют право на субсидию. Вот в разных регионах это процент разный. Ну в большинстве это 22%, в Москве это, предположим, 10%. Есть регионы, в которых есть дифференцированный подход. Там, например, в Смоленской области для людей с заходом ниже прожиточного минимума этот порог установлен на уровне 5%. Ну вы знаете, плачёжная дисциплина, она вернулась практически на тот же уровень, который был до пандемии. Ну может там чуточку упала из-за как раз больше юридических лиц. Это процентов 95 собираемости. И задолженности, это как бы у нас такая история сложная. Все дают разные цифры, Минстроя одни, Росстат другие. Мне кажется, она как была около полутора миллиардов рублей, так и осталась. Нельзя сказать, что она резко выросла в период пандемии. Нельзя сказать, что она уменьшилась. Я не думаю, что вот из-за этих экономических трудностей будут падать платежи за ЖКХ. Потому что, серьезно, во всяком случае, падать. Потому что известно, что проводились исследования несколько раз, что как раз люди бедные, люди с низкими доходами. Вот те самые бабушки, на которых очень любят ссылаться защитники народных интересов. Они самые аккуратные плательщики. Они вот получили пенсию, тут же бегут платить. Потому что они понимают, что они сейчас не заплатят, им не дадут субсидию. Не плательщиками у нас являются, ну вот как бы, во-первых, такие социальные элементы, которым вообще на все наплевать. Да, они там бьют, гуляют, соседям жизни отравляют и ни за что не платят никогда. А вторая категория – это, конечно, люди богатые, с инвестиционными квартирами. Те, кто элементарно там забывает платить. Те, кто понимает, с хорошим юридическим образованием, которые понимают, что можно не платить, те сейчас за это ничего не будет. Ничего не отключат, ничего там не… пенни даже не начислят. Вот, поэтому, ну, для этих людей, как бы, на самом деле, падение доходов, оно не настолько критично, как для, может быть, основной средней массы. Поэтому, думаю, нет, как бы на платежах за ЖКХ вот эти вот экономические трудности наши скажутся, ну, не сильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова